Официальная информация, изобретение поступало, потому что тут вы обратите внимание. Ваша цель какая здесь? Я, как журналист, пришла обратить интервью Ольги Борисовны Саковцевой. Вот у меня, видите, мой рабочий инструмент. Я веду прямую трансляцию сейчас в Facebook, а Ольга Борисовна рассказывает. Это сейчас официальное предупреждение о том, что официальное изобретение на YouTube поступало. Прошу ознакомиться. О том, что в соответствии, если будут проводить публичные мероприятия, статья 20.2 КОВА ПРФ, нарушение самого порядка организации для проведения публичных мероприятий, уведомлений в администрацию от вас не поступало. А я не провожу публичные мероприятия. А что это называется? Я беру интервью Ольги Борисовны, а людей я не знаю, я никого не звала. А еще также есть постановление правительства, радость говорить о том, что массовые сборы запущены. А где вы видите массовые сборы? А это нету разницы? Ну, посмотрите, это журналисты. У меня вон с радостью будет. Мы сейчас вместе все стояли. Вот это два специалиста. Дистанция, да, согласен, вы все в массах находите. Дистанция, все у нас нормально. Никакого массовых мероприятий. У меня вчера уведомили услуги, приходили представители полиции ко мне домой и сказали, что мы вас предупреждаем, что нельзя проводить массовые мероприятия. Я об этом сразу сообщила всем своим подписчикам и сказал, что запрещены массовые. И вот сегодня я просто пригласила Ольгу Борисовну сюда. А остальные граждане? Остальные это прессы. Это представители... Информа агентства Свободной Новости. Информа агентства Свободной Новости. Это представитель Сбер-Инфо. Хорошо. Ну, по поводу предупреждения, еще раз, вы будете мне расписывать знакомые? Ну, я бы не хотела сейчас... Просто знакомые. Просто знакомые. Не-не, просто для знакомых. Просто почитать. Да, просто знакомые. Ваше право. Просто для знакомых вам, а на втором экземпляре это ваше право расписывать. Хорошо. Спасибо. Налима Юлина Викторовна. Предупреждаю по порядку организации и проведения публичного мероприятия. А также административно-уголовная ответственность в соответствии с действующими задачами. Нарушение основного порядка организации и проведения публичного мероприятия. А вот у нас там здесь же есть посетители обнестов. Представляете, я разве провожу публичное мероприятие? Ну, у нас о поведении публичного мероприятия указано на фарфоне. Вас сейчас полиция предупреждает, что в том случае, если... То, что вы сейчас проводите сейчас, то, что вы сейчас проводите, это публичное мероприятие, то это запрещено. А то, что есть ли это нарушение или нет ли это нарушение, это могут дать анализ и оценки могут дать органы про порядка или... Ну, вот я заявляю, что я не пропожу публичное мероприятие. Я пригласила Ульту Борисовну Сокольско. Она профессор, старается представителем управленного университета. Да, она эксперт. Я задаю ей вопросы. Снимаю, вкладываю. Ну, смотрите. Ну, я как понимаю, что вы тогда сейчас можете просто записаться. Потому что вы уведомлены, что вы не можете проводить публичное мероприятие. При этом вы можете даже написать... Я бы не хотела нигде расписку, а не писать. Это ваше право. Это ваше право. Да, но вы можете при этом написать, например, о том, что при этом сообщают о том, что это публичное мероприятие. Я не положу. Ну, давайте я все-таки лучше с этим переверну. Это ваше право. Конечно. Как вы скажете. Вы, если хотите...